дождались мы снега думаю до конца сезона это уже не растает завтра у нас команда приезжает завтра уже охотимся сейчас я вот свой участок дойду ребята там еще по одной восководке пошли соседнем обходе там обрезают смотрят и ведь что будем созваниваться решать где самые перспективные места где самые перспективные следы здравствуйте товарищи значит сегодня охотимся на копытках наша задача закрыть лицензии на взрослых животных у нас есть лицензия лось у нас есть лицензии олень уверенно надежная спокойная стрельба вышел стал 20 метров от вас прицелились одно попадание по легким и все счастливы и довольны отстрелялись в любом случае попали не попали не забывайте по рации доложить кто стрелял кого стрелял чтобы всем было понятно всех приветствую зима к нам наконец пришла ночью было минус 20 сейчас минус 18 охотимся на лося и олене вчера в нескольких местах обрезали смотрели вот здесь были хорошие переходы прям этот массив правда сейчас вот шли переходы в разные стороны то есть ночью то здесь как раз зверь был а вот под утро гулял налево направо переходов много но тут как повезет шанс есть надеюсь кто-то в загоне будет а и 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 Нет, потому что всё стоп-то. Видел четыре лёжки, и много-много следов оленя, лося. Бегал по всему загону, но не нашёл. Ни олень, ни лось. Не пробегал даже? Нет. А кто в загоне говорил, что видит? Это первые номера была корова с телятом. Назад ушла? Да. Ушли обратно в загон. Вон там где-то кто-то рядом ходил, было как бы перешагивание. И? Наверное, он не выходил. Почему? Боятся открытых пространств. Тебя боятся? Конечно. У нас через Юру пролетел. Кто? Лось. Ну, он сначала тут ходил, он через меня проходил, я его не видел. Отошёл к Юре туда, и там у нас стал Юра, тоже был готов. Потом уже Хантер стрелял. Вот. И он вышел где-то через пять минут просто вот так пролетели. Ну, Юра, мне кажется, мог, но вот, в принципе, золото уже было. С рогами? Нет, этот без рогов был. Да, ну вот, пролетели. Две коровы вышло. А с чего ты взял, что коровы? Ну, я их научился определять. Красивые. Они посмотрели, отвернули и побежали в ту сторону. Вот между нами с Юрием. Они как раз пробежали. И один маленький. Совсем маленький прям вот. Он тут бегал-бегал, не знал куда деться. И потом тоже прошмыгнул. И на ту сторону перебежал. Первый в этом сезоне. Загон первый в этом сезоне. И первый загон, да. И первый лось. Ну, я стою. Услышал, собака работает. Причем, собака долго работала. Где-то, наверное, метров 200 или 300 в лесу. Вот. Потом, где-то, наверное, минут через десять захрустело. Вот здесь. Ну, я камеру уже включил. Начал ждать. И увидел силуэт. Ну, через елки. Шел лось. И шел на соседний номер. Один? Да. Не доходя где-то, наверное, метров пятьдесят или сорок. Ну, вот перед этими, перед кустами. Он свернул на меня. И вот через кусты он уже на меня выбежал. Вот. Выбегает. Ну, я смотрю ширину. Вот. Думал, стрелять не буду. Повернулся богом. Увидел два или три отростка. И уже после того, как он стрелковую линию пересек, я в него выстрелил. Он упал. Ну, тут дали 100 метров сорок-пятьдесят. Ну, вот, да. Вот здесь, где кусты начали. А стрелял где? А стрелял вон за теми кустами. А, то есть линию пропустил? Я его пропустил, я эти рога разглядывал. Ну, хорошо. Андрюха, спорим себе. Спасибо. Загонщики молодцы. Всех спорим. Андрюха, вообще, красавец. Ура! 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 Это оболочка взлетела? Да. Чем стрелял? Форна DSS-т, а? Сколько грамм? 167, по-моему. Калибр? 308-й. Карабин? Блайзер. Молодец. Ну, блин, развалилась оболочка, все-таки эта фигуринка. Ну, на Косте в позвоночник попал. А куда попал? В позвоночник. В позвонок? То есть вверх передней лопатки? Да. У нас второй день охоты. Сегодня у нас усиленная команда. Два коллектива объединились. До конца сезона уже считанная неделя. У всех лицензии уже начинают так гореть. Поэтому мы сейчас должны навалиться. Я видел вдалеке штаны, которые пошли туда. Лося? Лося. Одного? Ну, ты посмотри какой лес, там ничего не видно. Я видел только штаны, которые прошли туда. Ну, метров семьдесят. Остановился четко за деревом, только морду высунул в оглядку, посмотрел назад. Загонщики заорали, и он так вот вдоль номеров мелькнул за кусты. Одиночка? Одиночка, но очень крупный. Рога не видел, но здорово. И такое ощущение, что он как бы туда ушел, воврат. То есть с той стороны шел? Он пришел вот так вот, поглядел назад и ушел вот в ту сторону от номеров. Ну, а у тебя что? Ну, олени были. Были? И не вы? Четыре-пять штук. Ты видел? Ну, прям за кустами. Ну, прям по ходу, как они туда-сюда ходили. Это бункор. Ну, номера? А? Ну, номера пошли. А кто, олени? Олени. Сначала на номера, потом вернулся. Ну, это было, до загонщиков было метров пятьсот. Ну, так они хорошо слышат и... А стрелять не мог? Я не могу. Там даже вот еле тени. Ты на номера что-нибудь выгнал? Надо у номеров спросить. Я старался. Я старался. У нас второй загон. Сейчас я вот по такой просеке стою. Чисто, хорошо. В ту сторону могу стрелять. Потому что там номеров нет. Они за угол пошли. Третий загон. На сегодня он будет финальный. Время третий час. Только-только вот за час-полтора успеть управиться. Из второго загона, к сожалению, на номера ничего не вышло. Ставили буквы Г. Еще с одной стороны загонщики зашли. А краем-краем вышли четыре оленя. Ну, у нас стрелок там на поле был. Ну, четыреста метров по бегущему оленю. А то даже и побольше, чем четыреста. Они даже не останавливались, а просто галупом пронеслись. Поэтому максимум, что их только видели. Но зато вот мы видели, куда они перешли. Тут вариантов немного. Если нам повезет, вот следующий массив мы переехали. Повезет, можем догнать. Могут выйти. Но не повезет, значит, увы. Все. На сегодня охота закончена. Не повезло нам с оленями. Хоть олени в этот лес перешли. Но, к сожалению, в дальний квартал мы не проскочили. А это мы бы уже до темноты не успели толкнуть. Обидно. Досадно. Видели. Но, увы. На этом все. Всем удачи на охоте. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.